Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир И я, как и обещала, буду сегодня рисовать свой эскиз, своего цветника Но, скорее всего, будет правильно сказать, что у меня не цветник, а клумба Но все же, как-то мне привычнее говорить цветник Поэтому я не думаю, что здесь какая-то такая уже грандиозная ошибка Тем более, между цветником и клумбой Ну, не такое уже и глобальное отличие Скорее, на мой взгляд, клумба имеет более геометрические какие-то фигуры Более четкие границы, нежели цветник Вообще, суть моего видео не у понятия цветник-клумба А просто, как сделать наш участок красивым, непохожим на остальные участки И вот, может быть, моя идея Кому-то поможет Проснется фантазия, и вы тоже захотите создать что-то свое, что-то необычное Вот я разложила те семена, те цветы, которые я хотела бы видеть У себя на переднем плане, перед своим домом, перед фасадом дома То есть, самое видное место, самое людное у меня на участке Вот такой вот цветник Сейчас я его нарисую Вот цветы, из которых будет состоять мой цветник Во-первых, в первую очередь, вы сначала задумайтесь Хотите вы, чтобы ваш цветник-клумба имели непрерывное цветение, вот как я? То есть, я посадила эти цветы, и они будут цвести у меня с весны позднее примерно До самых заморозков Либо вы хотите видеть клумбу, которая будет постепенно менять краски То есть, цветы, которые цветут в определенном каком-то месте Например, такие как астра Астра у нас, конечно же, не цветет в июне Она у нас уже зацветает, так же, как и георгийный и так далее Ближе к концу лета Я хочу видеть свой цветник вот в таком варианте все лето Итак, я определилась с цветами Как я определилась с цветами? Заметьте, у меня все цвета холодные То есть, у меня нет здесь теплых, оранжевых, желтых красок У меня достаточно холодные я выбрала цвета Мне захотелось жарким летним днем видеть холодные цвета Но это лично мое мнение Кто-то любит желтые, кто-то оранжевые, кто-то теплые красные тона Я хочу видеть вот такие холодные Вы выбрали, определились с цветами, какие вы хотите видеть Однолетние цветы, либо многолетние И сейчас надо определиться нам с цветом В первую очередь с цветом Подобрать цвет клумбы, чтобы это не было чересчур ярко Как, например, на детской площадке около детского садика Яркие такие мы видим клумбы И там и желтый, и синий Все цвета между собой спорят Контрастные цвета Я такого как бы не хотела Детской площадки у себя на участке Я вот подобрала чисто холодные цвета Я даже не поленилась, нарисовала вот такой цветовой круг Моя клумба будет состоять, скажем так, из половины вот этого круга То есть вот из этой половины То есть холодный, красный, лиловый, синий, фиолетовый, голубые тона Но ни в коем случае не теплый, красный, не оранжевый и не желтый То есть холодные тона То есть вот эта вот половина будет у меня задействована в моем цветнике Ну и как дополнение, конечно же, будет зелень Зеленый цвет Эскиз вы можете рисовать, конечно, всем чем угодно У меня дома маленький ребенок, поэтому у меня есть фломастеры У меня есть фломастеры Я вот выбрала все такие подходящие для меня тона То есть, как мы видим, холодные, фиолетовые, красные, розовые Холодные тона Нам понадобится листочек бумаги Форма участка, на котором будет расположен мой цветник Имеет прямоугольную форму Достаточно узкую, вытянутую прямоугольную форму Ну вот я так набросаю прямо от руки Не надо никакой линейки, это же эскиз Это вы делаете чисто для себя Навросок Вот примерно так Здесь у меня идет примерно 15 метров вот эта сторона И примерно 7 метров вот эта сторона Здесь расположен у меня дом И вот так идет забор Вот здесь у меня калитка И дальше пошли ворота Так, нам надо определиться, подумать Откуда будет больше всего просматриваться наша клумба У меня, например, будет вот сход в калитку Конечно же, люди будут Вот я даже стрелочкой нарисую И, конечно же, отсюда Потому что здесь у меня идет дорога Вот проезжая часть У меня здесь идет проезжая часть То есть, здесь проходят люди Конечно же, они смотрят на мой цветник, проходя Ну вот, люди Нарисуем человечка Так, идет человечек Увидел цветник Цветник и заулыбался Форм цветника Клумбы огромное количество И вы, возможно, тоже что-то придумали свое интересное Мой цветник будет состоять Из вот таких шаров Вот, например, такой Вот такая вот петуния Далее будет сальвия красная Такая прямо кровавая Красная Красивый цвет очень Вот такая Раз, два, три получается мне надо Раз, два, три, четыре Пять Шесть И седьмая будет у меня лабелия Вот такая лабелия Называется нитка жемчуга То есть, здесь присутствуют и фиолетовые, и лиловые оттенки Как мы видим И голубые, и синие Вот это будет тоже отдельный Такой круг я буду для этой лабелии чертить Итак, мы это пока откладываем И рисуем от руки, как вам угодно Так И рисуем Семь, получается Вот таких Кружочков Это мой цветник И, как говорится Я его придумала сама Хотя я очень много смотрела в интернете В поисках Какого-то оригинального цветника И, честно говоря, как-то и мне Что-то было все Не по моей душе И поэтому я решила Почему бы мне самой не придумать свой цветник Зачем копировать из интернета Итак, к примеру Эти круги могут располагаться абсолютно в любом порядке Ну, я вот начертила так В первую очередь На переднем плане Я буду, конечно, высаживать самые низкие цветы Самые низкие из этих всех у меня лабелии Но не забываем, что мы здесь тоже проходим Поэтому Вот эту лабелию Самую низенькую Я буду высаживать здесь Ну, я ее, к примеру, обозначу Таким синим цветом Вот это будет такая моя лабелия Таким синим цветом Ну, и, к примеру Чтоб мне не запутаться Так как тут присутствуют и белые И фиолетовые Разные цвета Вот лабелия моя Буква L Так? Хорошо Определились Лабелию у нас уже есть Дальше На переднем плане Я считаю, что надо высаживать Вот такие вот, например, интересные цветы Чтобы было возможно их рассмотреть Вот эти вот Смотрите, как здесь, например, белые такие красивые края Или вот, например, такие тоненькие прожилки То есть мы хотим их рассмотреть По сравнению, к примеру, вот с обычными Синим, таким фиолетовыми цветами То есть На переднем плане У меня дальше будет Вот такая Такая петуния И обозначим мы ее Таким розовым фломастером Фломастер я вообще взяла чисто для наглядности Чтоб как бы было вам более понятно То есть здесь Все остальное пойдет у меня Петуния Так Петуния Все Эту я откладываю петунию Лабелию откладываю Далее у меня идет Вот такая Интересная тоже петуния Но так как эти два цвета похожи Я не хочу их располагать рядышком Поэтому я Сюда помещу Вот такую петунию Так, каким тут нам цветом ее обозначить Давайте вот таким Вот такая петуния у нас идет Также обязательно, конечно же Читайте на упаковке Какую высоту имеет данный цветок Потому что среди петунии Также есть и достаточно высокие сорта Кустовая, к примеру, петуния Ну вот, например, эта петуния у меня имеет 30-40 сантиметров Далее у меня пойдет вот такая вот красивая тоже петуния Похожа на звездочку, я бы даже сказала И вот мы, допустим, обозначим ее Вот таким цветом Таким И, к примеру, с розовым Вот она у меня тоже такая вся интересная Так, подписываем петунию Все, мы ее откладываем Остались у меня вот такая фиолетовая петуния Такая красивая, прямо ярко-розовая И сальвия Так как здесь синий оттенок Такой, я все же посажу сюда Вот такую ярко-розовую петунию Ярко-ярко-розовую Ну, каким тут мне ее Предположим, таким Цветом я ее обозначу Очень яркая она Прямо Очень яркая она Прямо вырви глаз Поэтому на заднем плане Она абсолютно не потеряется Тоже петуния И осталась у нас фиолетовая такая петуния Ну, возьмем тогда фиолетовая петуния Фиолетовый цвет Вообще, сине-фиолетовая она называется Ну, вот мы ее и обозначим сине-фиолетовым Чтоб не запутаться в дальнейшем Вот эти петунии Которые расположены у меня на заднем плане Они немножко выше Нежели вот эти цветы Которые расположены у меня на переднем плане Не забывайте об этом Это очень такой важный момент И осталась у меня сальвия Сальвия блестящая красная королева Вот ее я и посажу Вот на этот дальний участочек Вот такую Холодного цвета Красного сальвия Так, она будет таким Выделяющимся красным пятном Сальвия Но у меня еще есть кала То есть я еще планирую посадить Сюда же калу Кала также имеет у меня Вот такой цвет красный, яркий Как сальвия Я ее просто вот обозначу Таким небольшим пятном То есть здесь у меня будет кала Располагаться сальвия с одной стороны А кала вот такая красная С другой стороны И мне не хватает В моем эскизе На моей клумбе Мне не хватает абсолютно зелень Поэтому я решила добавить сюда Кохию Кохия это имеет Метр высоты И конечно же она будет у меня Располагаться на заднем плане Я пока не знаю Как она у меня вырастет Но примерно Если она хорошо у меня взойдет Потому что кохию я высаживаю впервые Ну вот так вот Такой стеночкой Она будет идти таким фоном Зеленым Моя кохия То есть она будет хорошо просматриваться Вот эта вот зеленая кохия Плюс конечно же Листья калы Мы вот так вот оформим Дабы потом не забыть Плюс ко всему У меня передокотными Уже высажена белая ромашка Белая ромашка Она зацветет Очень-очень рано В начале лета Поэтому Пока кохия моя не выросла Фоном будет служить Вот эта вот белая ромашка Она добавит Моей клумбе Вот этому участку Такой легкости Вообще белый цвет Всегда вносите белый цвет Потому что он добавляет Тоже такой легкости Какой-то чистоты Чисто белого цвета на клумбе нет Но у меня вот есть такие прожилочки белые И ромашка У меня будет служить таким белым цветом В принципе как бы все Но я еще не сказала Совершенно про свою лабелью Лабелью я хочу Также Внести в свой цветник И чтобы моя клумба Выглядела более опрятно Я вот хочу сделать Такой Маленький Вот такой вот волной Такой как бы бордюрчик Из Моей лабели То есть вот здесь у меня Будет находиться Лабелия Это придаст Клумбе Такую опрятность Как мне кажется И не будет впечатления Что эти цветы Выросли сами по себе Будет понятно Что человек работал Старался Что-то думал Эта лабели Додаст Как я считаю Моему цветнику Какую-то законченность Вот что у меня получилось Вот такая клумба То есть такую клумбу Я хочу видеть у себя на участке Здесь у меня окошки Буду выглядывать Любоваться своими цветами Люди будут смотреть На вот эти вот цветочки Я думаю Тоже будут Очень и очень довольны С этой стороны У меня ничего Абсолютно не просматривается Меня интересуют Вот эти Самым главным образом Две стороны Вот такую клумбу Я сама себе Нафантазировала Но вы для себя Можете придумать Абсолютно Разные клумбы Их огромное Может быть количество Самое главное Определитесь Первоначально с цветом Какой цвет вы хотите видеть Какие цветы вы хотите видеть А потом уже Тут дело фантазии Ну например Можно создать клумбу Придумая любое Насекомое Животное Которое вам нравится Та же бабочка К примеру Набросаю Такой вот Тоже небольшой эскиз К примеру Клумба Ну давайте с черепахой Ну вот Мы рисуем Как голова Так Сначала Нарисуем Произвольную форму Черепахи Так Ну возможно Она у меня сейчас Не очень удачно Получилась Но я хочу вам Передать суть Вот здесь Также Мы можем Посадить Какие-то Цветы Ту же Да ту же Петунью Например Красно-белую Вот как бы Имитирует Такой вот Панцирь По три По одному Кусту Смотря Какая она у вас Выросла Какая у вас Рассада И вот Чередовать Например Красно-белую Очень будет Ну как мне кажется Красиво Красно-белым Так Так Ну и один Лишний Ладно Не дорисовала Суть вы поняли И к примеру Вокруг тоже Посадить что-то Либо какую-то Низкорослую Травку Либо Опять ту же Можно добавить Вот так вот Обрамлением Можно добавить Также Лабелью Чтобы вот Читалась Эта черепаха Наша На мой взгляд Тоже очень красиво И эффектно Вот такая черепаха Может у вас Получиться Также можно придумать Ну например Клумбу Да вообще Ни из каких Не из верюшек А просто Так вот Участок Из таких Геометрических Четких К примеру Квадратов Выбираете К примеру Дерн Четко По таким Границам И Также Высаживаете Четко Цветы Вот по этим Границам Здесь к примеру Если вот брать Из моих цветов Может быть По кусту Кохии Здесь уже Все что угодно Любые цветы Какие вам нравятся Те же Анютины глазки Вы можете взять Сделать контрастную Клумбу Например Фиалка Такая ярко-желтая И фиалка Такая Голубая Тоже мне кажется Очень будет Даже симпатично Фиалка желтая Чередоваться Будет Вот с такой Вот Голубой И посерединке Вот В этих квадратиках К примеру Та же Кохия Либо Если у вас Так вот Посажены Например Какие-то небольшие Туи Либо какие-то Кусты Самшито Все что угодно Вы можете Придумать Тоже такая идея На мой взгляд Неплохая Для клумбы Такой оригинальной К примеру Можно придумать Опять-таки Да в виде Чего угодно В виде Того же солнышка Если у вас Например Преобладают Теплые Желтые Тона Вот Сделать такое Солнышко Опять-таки Здесь посадить Что-то Достаточно Высокое В центре И здесь уже Что-то низенькое Либо Чтобы шло Вот Понарастающие Здесь Цветы повыше И здесь уже Что-то пониже То есть Чтобы Ваша клумба Имела такую Форму Возвышенную И так постепенно Уходила вниз Тоже будет На мой взгляд Очень интересно Это в форме Даже веера Вот Вы можете создать Такую клумбу В форме Веера И Разделить На то количество К примеру Цветов Которые Вы Хотите Видеть У себя На участке К примеру Одной высоты Либо Опять-таки По нарастающей Здесь Цветы Которые Ближе К вам Которые Ближе Сначала Всегда Думаете Откуда Вы будете Смотреть С какого Ракурса Низенькие Какие-то Можете Высадить Цветочки Либо По нарастающей От Самых низких Выше 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 Тоже Очень Будет Такой Оригинальный Веер На мой взгляд Ну вот В принципе Все что я хотела Сказать Хотела поделиться С вами Может быть У кого-то Проснулась Фантазия И Вы тоже Захотели Создать Именно Свою клумбу Не скачивать В свою голову Индею Из интернета А именно Создать Что-то Своё Что-то Оригинальное Что-то Неповторимое И новое Абсолютно Для всех Ну вот Моя клумба Надеюсь Она Вам Понравилась А вообще На мой взгляд Самое главное Чтобы Ваша Клумба Была здоровая Потому что Какую бы красивую клумбу Вы не изобразили На листочке бумаги Если Цветы будут Болеть Либо Сухие Чахлые То конечно Листочек бумаги Вам уже не поможет То есть В первую очередь Надо чтобы Растения были здоровые И Тогда Любая клумба Рисовали бы Её Вы Либо просто Посадили Цветы От души Без Всеразличных Эскизов Будет Выглядеть Красиво А вообще Я В этом году И в дальнейшем Планирую Создать На своём Участке Достаточно Такие Как я уже говорила Как и на моей клумбины Рисовала я Вот фломастером Достаточно Из таких Холодных красок У меня будет Состоять Участок Вот Если так глянуть То все цвета Довольно Такие Холодные Колокольчик Тот же Агератум Тот же Иберис Лобулярия У меня вот Есть белая Я ещё хочу Добавить Такую Розовую Лобулярию Опять таки Буду Сесть Декоративную капусту Которую С огромным аппетитом Мне погрызли Улитки В том году Ну Уже буду я Совсем по-другому С ними бороться Есть у меня На этот счёт Идеи Ну вот Такие вот Цвета Достаточно Как мы видим Все Холодные Единственное Что у меня ещё Будет такая Небольшая клумбочка Из Такой вот Фиалки Но она будет У меня как бы Отдельно На таком Контрасте У меня тут Черешня около дома И вот я хочу Посадить Такие Низкорослые Бархатцы Они очень низенькие Вот 15 сантиметров Мне кажется Будет красиво И такая Своебразная Борьба С вредителями Так как Мы знаем Что бархатцы Не любят Насекомые Спасибо за внимание Всем здоровой И крепкой Рассады До встречи